Само задержание бывшего президента Франции, доставка его на допрос и проведение допроса на протяжении 12 часов говорит, плюс конечно же освещение в СМИ, говорит о некой кампании, которую на сегодняшний день новая французская администрация начала против своих предшественников. В данном случае мы видим четкую взаимосвязь между тем, когда Николай Саркази заявил о возврате в большую политику, о своих больших планах с определенной программой, которая вызвала определенный интерес и поддержку французов. И тут же возбуждение уголовного дела, допрос на протяжении 12 часов, который выходит за рамки любых законов, будь то французских, российских, общеевропейских. Сам Саркази заявил после допроса о том, что дело носит политический заказной характер, фактически со стороны Франсуа Ланда. То есть с одной стороны мы говорим о том, что есть признаки заказного уголовного дела, с другой стороны нужно отдать должное самой этой практике того, что даже президент, бывший президент, у которого есть определенный статус, иммунитет, в европейской стране не защищен от уголовного преследования. И здесь очень важно всем политикам во всем мире понимать, будь то это во Франции или в Тайване, недавний случай с осуждением бывшего главы этого государства, о том, что любой глава государства должен четко отдавать себе отчет в том, что нужно действовать всегда строго в рамках закона, защищая интересы жителей своей страны и не нарушая закон, потому что рано или поздно ответственность может коснуться его самого. Что касается, еще раз повторю, Саркази, в данном случае его приезд в Москву, определенные взаимоотношения с Россией, его планы о возвращении в большую политику, действительно могли вызвать и у Франсуа Ланда, и фактически у Соединенных Штатов, которые тесно взаимодействуют с Францией, желание каким-то образом устранить Саркази как одного из политиков, которые могут занять пророссийскую позицию. Поэтому в данном случае есть основания полагать, что действительно уголовное преследование в отношении Николя Саркази носит политический заказ и является, по сути дела, попыткой устранить политического конкурента. Продолжение следует...